Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И сегодня с нами на прямой связи по скайпу российский журналист Михаил Фишман. Здравствуйте, господин Ильич. Здравствуйте. Телефоны прямого эфира в нашей студии 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Звоните, если вы звоните из-за рубежа код плюс 371 и также пишите в WhatsApp 230-6191. Начнем с актуальных тем. Сейчас новая волна протестов в Москве из-за незарегистрированных кандидатов в Московскую городскую думу. Люди продолжают выходить на улицы, продолжаются столкновения с силовиками. Может ли этот протест, который зародился в Москве, на ваш взгляд, стать общероссийским? Мне кажется, это неизбежно произойдет. По-моему, события, которые происходят сейчас в Москве, чрезвычайно серьезные. Я бы сравнил их по эффекту и вообще по эффекту на положение дел в стране с событиями, которые развивались на Болотной площади в 2011-2012 годах. Поэтому совершенно неизбежно, конечно, вся Россия так или иначе будет в это вовлечена. Ну, вопрос когда, как, в каких объемах, это все пока трудно точно предсказать. Но то, что это все чрезвычайно серьезно и шире, чем просто несколько тысяч человек вышли на улицу в Москве, это очевидно абсолютно. Череда дел, связанных с протестами. Это Екатеринбург, когда горожанам удалось отстоять сквер, это дело Ивана Голунова, это события с не зарегистрированными кандидатами в Мосгордуму. На ваш взгляд, это звенья одной цепи или это все-таки случайное совпадение? Нет, это, конечно, связанные вещи. Можно еще добавить эпизоды. Вот на севере в Шиесе протесты против размещения мусорного полигона тоже, конечно, вписываются в этот ряд. Это, конечно, связано с общим разочарованием и ростом недоверия к властям, начиная с лета прошлого года, когда была принята пенсионная реформа, которая резко изменила отношение к власти и к президенту Путину. В стране у него сильно и быстро упал рейтинг. Он все равно довольно высок, судя по соцопросам, но, тем не менее, это для него мало. И, конечно, в этом смысле связь безусловна. Но московские протесты, вот последние, связанные с регистрацией независимых кандидатов в Мосгордуму, они выделяются из этого ряда тем, что это в чистом виде политический протест. Он не локальный, он не экологический, они все политические, так или иначе. Но здесь он нарочито и демонстративно политический. Он говорит, верните нам наши политические права. Это лозунг, который все-таки специфический в этом смысле. Его не выдвигали ни екатеринбуржцы, ни даже когда речь шла об войне Голунове еще в июне. А вот теперь это абсолютно чистый сигнал, лозунг, верните нам наши права, отдайте нам то, что вы у нас забрали. И это, конечно, чрезвычайно важно. Именно поэтому то, что происходит сейчас в Москве, будет иметь такие последствия. Противники акций протеста в Москве выдвигают в качестве одного из аргументов или в качестве аналогии проводят историю с Майданом. Вот, мол, посмотрите, что там получилось. Давайте не допустим этого в России. Насколько, на ваш взгляд, справедливы, во-первых, такие оценки? И не является ли это своего рода спекуляцией? А, это, безусловно, спекуляция. Не имеют ни эти события, ни то, что было в 2011 году. Нам не первый раз в Москве пугают Майданом. Это страх, который живет в голове у Владимира Путина с ноября 2004 года, когда... В Украине, собственно, начался Майдан. И с тех пор Кремль живет страхом оранжевой революции. Ни то, что происходило в 2011 году, ни тем более то, что происходит сейчас. Не имеет с оранжевой революцией цветной революции, с Майданом ничего общего. Ни по одному параметру нет ни оппозиционной партии, которая представлена в парламенте, ни лидера у этого протеста нет. Ни цели захватить Кремль, как не было в 2011 году, так и нет сейчас. Хотя сейчас, конечно, протест более жесткий и будет развиваться в более жестком ключе, чем это было в 2011-2012 годах. В 2011-2012 годах москвичи, которые выходили на болот, они предполагали, что с властью можно договориться, что можно достигнуть какого-то компромисса. Этих иллюзий больше ни у кого, конечно, нет, кто был ходить на улицу в Москве. Но к Майдану это не имеет никакого отношения, разумеется. Но ведь Московская городская дума – это не самая властная структура, скажем так, в России. Почему испугались именно этого, на ваш взгляд? Нет, это, конечно, полное безумие, что все это развивается из-за Мосгордумы, про которую в Москве даже толком никто не понимает. Никто не знает, где она находится, например, физически. Или никто не сможет вам назвать фамилию своего депутата, действующего в Московской городской думе, потому что никто на это исторически не обращал никакого внимания. Но так сложилось, что для меня самого была большая неожиданность, хотя я сам ходил собирать эти подписи для независимых кандидатов. Но предположить, что это будет развиваться таким образом, было, конечно, невозможно. Но тут совпали несколько факторов. Один фактор заключается в том, что независимые кандидаты смогли преодолеть барьер, который был непреодолим. Он специально был, таким образом, сверстан, чтобы его нельзя было преодолеть. Тем не менее, они это сделали, около 20 человек. Вот буквально их послали, куда не знаю, куда принести то, не знаю что, и они это сделали. Вот как в сказке, выполнили задания, которые нельзя выполнить. За это время пока они это делали. Задача в том, чтобы собрать конкретное количество подписей жителей районов. В результате получилось, что у них есть какая-то сеть активистов, которая уже болеет этим процессом, с одной стороны. С другой стороны, московские власти уперлись рогом вместе с Кремлем. И просто нагло совершенно, абсолютно, невзирая ни на что, просто заблокировали всех, до единого всех этих кандидатов. И демонстративно. То есть, они настолько не пошли ни на какую, даже минимальный компромисс, что в этом смысле столкновение было неизбежным. Кандидаты сказали, тогда мы выходим на улицу. И тут выяснилось, что их люди поддержали. На ваш взгляд, почему народ принимает решение сегодня не молчать и готов к такому риску, учитывая столкновение с силовиками и, как мы видим, действия силовиков? Ну, все-таки, не так много людей, особенно, если сравнивать с тем же Майданом, где сотни тысяч на улице выходили. Все-таки в Москве, ну, это было 22 тысячи на разрешенном митинге, когда он был 20 июля. Никто не знает, сколько было 27 и 3 числа. Ну, будем считать 10, 15, ну, допустим, 20 тысяч. Это, конечно, не так много людей. Однако, представляется, что это верхушка айсберга. Представляется, что, конечно, много людей в Москве сочувствуют тем, кто выходит, боятся сами выходить, потому что демонстративно уже просто вот по 3 августа это показало. Людей бьют уже просто демонстративно так, чтобы запугать остальных, чтобы было, то есть просто бьют дубинками полиция, ни в чем не виноватых людей, которые просто стоят и не представляют собой никакой угрозы никому. И если 27 числа это было такое что-то вроде эксцесса, хоть и запланированного, то 3 это была уже сознательная тактика запугивания всех остальных. По крайней мере, так мне это представляется. Я был на той и на другой акции. Конечно, люди боятся, это очевидно. Но при этом есть значительное число людей, которые выходят на улицу, как бы демонстрируя, что им не страшно. И это важное тоже, новое свойство этих протестов, потому что этого не было во время Болотной. Люди перестали бояться в той степени, как они боялись в 2011-2013 годах. У нас звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Я правильно понимаю, господин Фишман, что вы сейчас, как заштатный революционер в 2000-м какого-то года, подстрекаете людей к несанкционированным протестам. Это так или нет? Я, конечно, понимаю, что радиобалкон должна отрабатывать гранты USAID. Какие гранты мы отрабатываем, уважаемые слушатели? За которыми вы в Вильнюс ездили. Лично вы ездили получать гранты от USAID. Но имейте все-таки... В Вильнюс, я... Да, хорошо, я понял вас. Ну, и вы заштатный революционер, и я за грантами ездил. Ну, давайте прокомментируем. Я... Я не могу сказать, что я кого-то специально призываю. Мне кажется, в этом необходимости никакой нет. Но то, что я, мне кажется, понимаю, что происходит, считаю, что это очень серьезно. И сам ходил не только как журналист освещать эти события, но и принимать в них участие, потому что мое достоинство было точно так же попрано, как и сотен тысяч других людей, это безусловно. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вы зовут? Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Александр. Да, Александр. Господин Фишман, вы лукавите, что никакого отношения не имеют к Майдану. Майдан – это была репетиция к России. Это совершенно очевидно. Какой у вас вопрос? Вопрос у меня такой. Почему вы 20 тысяч на всю Москву? Вот этот протест, да? Ну, для Москвы это ничто. Вы на всю, на весь мир раздули. А вот здесь вот, в Прибалтике, если вы следите, были протесты Русского Союза Латвии за язык, за образование. Вы слова не сказали. Да, ну, это реплика, скорее, чем вопрос. Да, наверное, это скорее реплика, чем вопрос. Я, наверное, не буду отвечать. Ну, а следите, кстати, за тем, что происходит в сторонах Балтии, на постсоветском пространстве. Да, по мере силы я не могу сказать, что я слежу за каждой демонстрацией в каждой из постсоветских республик. Не могу сказать, что права русскоязычного населения находится в непосредственном фокусе моего внимания каждый день. Еще звонок у нас. Да, я имею в виду звонок. Здравствуйте. Добрый вечер, Радик. Да, давайте. Я, наблюдая ваши акции, подожду все время, да? Вы знаете, первое, я хочу спросить, почему вы нарушаете закон? Это просто. Почему нарушаете закон? Вы же нарушаете закон. Не уходите от ответа, да? А второе, ну, все-таки, действительно, на огромную Москву 20 тысяч. Ну, жиденько, ребята, жиденько. И почему вы по поводу Франции никогда ничего не говорите? Демократы. Спасибо. А какой закон мы нарушаем? Несанкционированный митинг. Да, тут вопросы в том числе. А в чем нарушение закона на дожде, я не очень понял. Судя по всему, он имел в виду, то есть наш радиослушатель, что призывает идти на несанкционированные митинги. Во-первых, он тоже не призывает идти на, находить несанкционированные митинги. Во-вторых, я хотел бы напомнить вашим слушателям, у вас они как на подвор все, что 31-я статья Конституции Российской Федерации, принятая в 93-м году, разрешает гражданам России собираться мирно и без оружия. Значит, порядок с законом, который регулируется, уведомительный. Слово санкции, на самом деле, которое употребляет и власть, в том числе, и ваши слушатели, ну и мы уж так повелось тоже употребляем, санкционирование митингов, на самом деле является нарушением этого самого закона. Значит, смысл этого закона формально заключается в том, что вы не можете выйти протестовать там, где вы создаете опасность для жизни других людей. Ничего подобного ни на одном протестном митинге никогда ни разу не происходило. Тем не менее, они разгоняются дубинками полицейских, эти мирные собрания. Это не нарушение законов ни со стороны дождя, ни со стороны тех, кто выходит на улицу. Это называется полицейский террор. И это то, что происходит сейчас в Москве. Ни в одной, сколько-нибудь цивилизованной стране такого представить себе невозможно. Ни во Франции, ни в Испании, ни в Америке. Все эти сравнения с Францией не имеют ничего общего ни с реальностью, ни со здравым смыслом. Ни одной разбитой витрины в Москве за все время политических протестов. Тем более 27 и 3 числа. Ни одного пострадавшего. Ни одного. Ноль. А вы говорите про Францию, где люди в Москве бьют витрины и громят елисейские поля. К ним действительно применяются какие-то тогда меры. Ничего подобного в Москве не происходило. Поэтому такого рода сравнения, которые, собственно, используют российская пропаганда и власть, это, собственно, одно и то же, конечно, является полной ложью и лукавством. На ваш взгляд, с чем связано отношение к Владимиру Путину и вообще к властным структурам в России? Отношение диаспор и групп русскоязычных, живущих за рубежом. Потому что, опять же, если мы говорим о Латвии, то когда были выборы президента России, то Латвия, граждане России, проживающие здесь, показали просто беспрецедентный результат, обошли даже Чечню. 94%, если не ошибаюсь. Я не знаю, мне трудно сказать. Это скорее к вам вопрос. Вы лучше понимаете, почему это происходит. Но действительно, за границей очень хорошо голосовало за Путина в последний раз на выборах президента. Впрочем, Россия тоже. Но надо только вспомнить, что это была другая реальность. Это был 2018 год, это было до... Поворотной точкой в этом смысле является пенсионная реформа. август, июль-август 2018 года, который, собственно, все поменял на выборах. Конечно, Путин никого не предупреждал, что он собирается проводить пенсионную реформу, когда шел на выборы. Поэтому тогда его поддержка и так называемый крымский консенсус, да, это называется в политологии, достиг своего пика, если угодно. Ну, вот с этого пика он и начал падать летом 2018 года. И это тенденция, которая есть и сейчас. В этом смысле я уверен, что она... Я не знаю, почему именно так Прибалтика, например, рассуждает. Так сказать, если угодно, если так нравится в России, ну, так что ж, мешает, приезжайте. Это как раз такое дело. Но я думаю, что и в Прибалтике в этом смысле, и там, и за границей, и везде все равно должно быть... То есть сейчас уже 95% не проголосуют. Моя гипотеза. Хотя звонки в вашу студию, конечно, показательные. То есть 8% россиян, согласно вот недавнему опросу Левада-центра, не хотели бы, чтобы Владимир Путин остался у власти после его окончания, окончания президентского срока 2024 года. Но хоть это и не лучший показатель, может быть, для российского президента, но все-таки 54% желают видеть его на посту после окончания 2024. Вот можно ли сказать, что его авторитет все-таки в российском обществе сохраняется? Можно. Просто неправильно смотреть на цифры буквальные, воспринимать их буквально, цифры социологического опроса в такой стране, как Россия, потому что Россия является диктатурой политической. И в этом смысле опросы сами по себе цифры не отражают ответов на вопросы. То есть это не буквально доверие, это не буквально желание сохранить Путину власть. Это какие-то другие соображения и эмоции, которые за этим стоят. Страх неизвестности, если угодно. Много чего другого. Важен тренд, важна тенденция. Когда мы говорим о соцопросах, особенно применительно к России, важна тенденция. Цифры у Путина все равно высокие. Конечно, поддержка у него высокая. Однако в такого рода режимах, который сегодня сложился в России, эта поддержка зиждется на самом факте власти. Если ее нет, если этой власти нет, то она рушится до нулевых значений. Что показал, между прочим, я вам напомню, пример мэра Москвы Лужкова, который был дом мэра Москвы Собянина, вот нынешнего, которого сняли в 2010 году. Он пользовался невероятной популярностью и доверием в столице. 80-90% москвичей всегда поддерживали Лужкова. Когда его сняли в 2000... Это было такое ханство московское в этом смысле. Когда его сняли с мэров, то его рейтинг рухнул тут же. Вот это то, что, собственно, будет происходить с режимом политическими властями в России в целом. И важна тенденция. Тенденция на снижение доверия, безусловно. И это, собственно, самое важное, что сейчас происходит. От того, на самом деле, поскольку с экономикой все очень плохо. Уже в шестой год не растут, а падают доходы. С внешней политикой есть усталость от войн и всего прочего, что так хорошо продавалось по телевизору в 2014, 2015, 2016 годах. Ничего, кроме грубой силы, кроме дубинок и полицейщины, на самом деле режима, по сути, и не осталось. Поэтому то, что мы наблюдаем на московских улицах, так выразительно, демонстративно, показательно и неизбежно. Но, тем не менее, люди, даже те люди, которые не любят, например, нынешнего президента России, говорят о том, что мы не любим его, но тот, кто придет после него, будет хуже. Что бы вы по этому поводу сказали? Конечно, страхов много, у всех есть страхи. Никто не может себе придумать это будущее без Путина. Он 20 лет сидит на своем троне в России. Конечно, нет солидарности по представлению этого проекта будущего. С этим всем очень плохо. В этом смысле, это тоже не оранжевая революция, где было понятно, за кого выходили люди в 2004 году. О чем шла речь? Речь шла о том, что Виктор Ющенко должен стать президентом, и Украина должна выбрать, соответственно, европейский путь развития. Все было просто и понятно. В России, конечно, все гораздо сложнее. Если бы было все так просто, то в России мы бы тоже уже жили в другой стране. Но это не так. Тем не менее, этот режим консенсуса, без альтернативности, все равно вам нечего желать, кроме Путина, говорит Путин всем россиянам. Он все равно оседает, он ржавеет. И в последний год это происходит довольно быстро. Микс Ньюс. Добрый день, Лариса. А я вас хочу спросить, вот цели ваших выступлений, теперешних, на улице вы будете на рот. Хорошо, кого-то зарегистрируют, кого-то выберут. А у вас есть конкретная программа по управлению Москвой дальше? И тем более у вас очень много разношерстных, вот эти все, которые они зарегистрированы, они из разных партий, течений и тому подобное. Общая программа есть или нет? Спасибо. Да, спасибо. В этом смысле абсолютно логично и ясна. И всем тем, кто вот выходит на улице, тоже, конечно, ее, я думаю, понимают в этом смысле одинаково со мной. Задача в том, чтобы Мосгордума была подотчетна обществу, а не властям. Вот и все, вот и весь смысл этой программы, что если парламентарий московский на страже твоих интересов находится, то это совершенно другое дело, нежели, чем если он просто чиновник, который слушает команды из мэрии. Тогда он служит не тебе, он служит не Москве, он служит своему хозяину. Вот и вся разница. То же самое касается и мэра, который, ну, формально избранный москвичами, на самом деле имеет одного избирателя, он назначен, по сути дела, конечно, сверху. И вот Мосгордума, и это всегда работало, никогда, просто никогда никто не обращал на это большого внимания, все привыкли, что Мосгордума абсолютно карманный орган у мэрии. И вдруг выяснилось, что вот какое-то значимое количество людей решили больше с этим фактом не мириться. Вот вам и вся программа, которая была так важна, оказалась так важна на этих выборах. Еще у нас есть звонок. Да, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Вот ваш собеседник упомянул о настроениях россиян простых, я понял, да, которые недовольны режимом Путина, снижением, значит, доходов своих и постоянной, так сказать, скатыванием нищеты. А вам могу, во-первых, надо, когда такие вещи вы утверждаете, вы там... Задавайте вопрос, очень мало времени, чтобы гость мог ответить. Давайте без времени. Вопрос очень простой. Вот как раз я и задаю этот вопрос. Когда вы даете такие ссылки, вы, наверное, должны на какие-то источники, значит, ссылаться. А вот у меня приехала моя знакомая, сама она пенсионерка, 6 лет как раз вот прошло, значит, она не была на Урале. Вот она приехала и поделилась своими впечатлениями, как там все изменилось в лучшую сторону. Извините, там настроения вот таких упаднических, как у вас в пределах этого МКА. У вас будет вопрос или вы хотите рассказать? Вопрос на горе. Вот вы говорите, что надо менять лидера. А что вы можете взамен, какую программу предложить? Эти рецепты 90-х годов, которые привели... Да, спасибо, мы вас поняли. Ну, я опираюсь на... Это, на самом деле, совершенно не секрет. Я не знаю, конкретно человек, который приехал с Урала, но достаточно почитать любую вменяемую нормальную российскую прессу, чтобы составить себе представление о том, в каком положении находится российская экономика. Экономический рост в районе 1-2% в течение последних. На самом деле, роста в России не было, пожалуй, насколько я понимаю, с 2013 года. Это ниже, чем средний темп роста по миру в целом. Это означает, что Россия резко опаздывает за всеми успевающими странами. Это означает... То же самое касается падения доходов, то же самое касается падения реальных зарплат. Там бывают иногда небольшие всплески в районе, опять-таки, 0,5%. Но в целом это стагнация, которая переходит в депрессию экономическую уже давно. И это как раз тот факт, который всем в России, мне кажется, довольно-таки очевиден. Еще у нас есть звонок, да, премиум. Здравствуйте. Добрый день, Виктор. Да, Виктор. Слушайте, вы знаете, вот вопрос к вашему... Да, ну ладно. Михаил Фишман с нами на прямой связи даст. Давайте вопрос, пожалуйста. Да, ну первое, вот в Сирии устроили, так сказать, оранжевую революцию, в Ираке устроили, на Украине устроили. Ну теперь что, в России? А кто режиссер? На кого работает этот вот ваш... Да, спасибо. Да, спасибо. Кто режиссер? Вы знаете, я немножко устал, на самом деле. Ну то есть я понимаю, что это какой-то интересный очень, наверное, диалог. Но я не знаю, почему я вдруг должен доказывать вашей аудитории, что у событий в России нет какого-то режиссера. Мне, честно говоря, в этом... Я не знаю, либо мы пытаемся разобраться в том, что происходит, либо мы обмениваемся с вашей аудиторией пропагандистскими лозунгами, но просто я не вижу в этом большого смысла. А борьба за аудиторию, кстати, вот сейчас говорят пропаганда, контрпропаганда, информационные войны и так далее. Насколько это важный элемент все-таки взаимодействия и политической работы? Опровергать, убеждать, переубеждать? Кого? Аудиторию, та, которая не согласна. Это очень простой... У меня есть простой ответ на этот вопрос. Я не пойду на российское телевидение, где вот мне будут говорить все те вещи, которые сейчас говорят ваши слушатели, чтобы отстаивать там свою точку зрения, потому что я считаю, что это бессмысленно. Поэтому это... То есть работать с огромным пропагандистским рупором, ему как-то противостоять, но это как вот выйти на быструю реку и пытаться плыть против течения. Точно не входит в мои планы. И, кроме того, меня не устраивает сам уровень этого разговора. Он, мне кажется, просто глупым. То есть я... Ну, есть масса конспирологических теорий, много есть людей, которые верят в инопланетян, в пришельцев. Я не знаю, во что угодно можно верить, в принципе, только почему мы должны это с ними обсуждать. Это, в общем, такая интересная, странная постановка вопроса. Я готов разговаривать по существу, если это кому-нибудь интересно. А если интересно просто, чтобы я назвал, кто режиссер Майдана в Москве и кто мне платит в ЦРУ, то в этом разговоре просто, по-моему, нет смысла. Леонид Гозман, когда выступал в нашем эфире, объяснял, что он ходит на федеральные каналы для того, чтобы... Он ходит, да, это правда. ...возможно привлечь какую-то аудиторию, чтобы она его услышала. Вот, на ваш взгляд, в этом нет смысла все-таки, когда... Это хороший вопрос, на самом деле. Мне сформировался вот такой ответ на этот вопрос. Тем, кто... Те, кто могут, вот стоя как бы по колене в говне, продолжать стоять и что-то говорить, и говорить громко, четко и внятно, невзирая на то улюлюканье, с которым их встречает зал, у которых такая крепкая нервная система и хорошие риторические данные, Сечи, я считаю, пусть идут. То есть в этом нету... Это я не... Какая польза, не очень ясно, но, наверное, она есть в том смысле, что все-таки есть представление о том, что существует другая точка зрения. И пусть она создается аудиторией российских федеральных каналов, которые вот... Все живут в этом модусе ЦРУ, Газдеп и так далее и тому подобное. А если у вас нет этих данных, если вы не можете крепко стоять и отстаивать свою точку зрения, я, например, не могу, то лучше не ходить. Мне кажется, так. Ксения Собчак, когда выдвигала свою кандидатуру на пост президента, она появлялась на федеральных каналах и проговаривала некоторые вещи, которые до этого, ну, скажем так, не очень активно там звучали. В частности, упоминала фамилию Навального. На ваш взгляд, в этой операции, или как можно назвать, в это решение Ксении Собчак принять участие был смысл, как считаете? Ну, я думаю, что если и был, то, скорее, к сожалению, только отрицательный. К сожалению, проблема в том, что на выборы в этом смысле выпустили человека, который заведомо покажет, было понятно, что точно покажет очень низкий результат. У Ксении Собчак очень высокий антирейтинг в стране. Это во многом несправедливо, я считаю, но это факт, который известен ей и, там, не знаю, аудитории Дождя, и тем более в Кремле. Именно поэтому ее, собственно, и выпустили, пустили на эти выборы, чтобы она, будучи с точки зрения большинства российского общества абсолютно маргинальным его представителем, с резким очень, вызывающей резкую антирейтинг, отстаивала те самые, грубо говоря, общечеловеческие демократические ценности, которые будут демальвированы самим тем фактом, что именно она за них выступает. Вопрос у нас в Фейсбуке пришел. Андрей спрашивает у вас, пишет он, Леонид Гозман вчера сказал на Дожде, что цель силовиков ввести как можно скорее чрезвычайное положение. Что думает по этому поводу Михаил Фишман? Ну, на самом деле, если смотреть, с одной стороны, важно, что происходит на улице, и что меняется в общественном сознании, с другой стороны, все-таки важно, что происходит в этом смысле во власти внутри. И там, конечно, тоже эти события имеют огромное значение. И по факту, как мы видели сейчас в Москве, они окончательно подтверждают, если угодно, переход к власти к силовой корпорации в стране. То есть за всеми решениями политического характера вокруг московских событий стоит ФСБ, и люди тесно связаны с ФСБ, которые близки к Путину. Это Николай Патрушев, секретарь Совбеза, который бывший глава ФСБ, и по-прежнему в этом смысле силовик. И Александр Бортников, глава ФСБ, который, собственно, занимался работой в поле и уже таким тактическим решением проблемы московских протестов. В этом смысле никакой другой точки зрения уже просто не звучит, потому что вроде как существуют фракции гражданских менеджеров у Путина, но мы их почерка не заметили совсем сейчас. Ну и мэр Собянин, когда он после 27-го числа зачитывал свое интервью по телесофлеру, вот свою первую реакцию мэра на то, что произошло 27-го числа, это де-факто просто озвучивал спущенные ему из ФСБ, как мне представляется, установки. По крайней мере, разницу между его позицией и позицией Патрушева и Бортникова было уже различить невозможно. Вы уже сказали вначале, что протесты могут стать общероссийскими, но все-таки, если говорить о перспективе, может ли власть все же пойти на уступки, то, что мы видели, скажем, неожиданно в деле Ивана Голунова? — Боюсь, что нет. То есть, к сожалению, нет. Это было продемонстрировано довольно отчетливо и четко, что никаких уступок. Но уступки было пройти несложно. Выборы в Москве, как мы уже обсуждали, на самом деле не значат практически ничего. Речь шла даже не о выборах, а о регистрации на выборах. То есть, речь шла не о том, что кто-то станет депутатом Московской городской думы, а то, кажется, зарегистрированным кандидатом в депутаты Московской городской думы. Еще не факт совершенно, что победит. Но даже если победит один-два оппозиционера в Московской городской думе, то все равно бы ничего не смогли сделать. Но даже на этом уровне ни на какие компромиссы власть не идет настолько, что готова с легкостью отвечать вот такого рода кризисами, которые в результате разворачиваются в уже полномасштабный полицейский террор в столице. Это, конечно, рационально объяснить невозможно. Это установка ни шагу назад, которую себе в Кремле дали. Когда речь идет о политических вопросах, о вопросах отношения к Путину, действительно, оппозиция, которая выдвигалась на выборы в Москве, это так называемая несистемная оппозиция. Это люди, которые протестуют конкретно против Путина. И вот в этот момент включается полный отказ. То есть никто нигде никак не может проскочить ни на какую позицию с точки зрения Кремля, с точки зрения мэрии. Это уже даже не важно, кто... Это установка, которая спущена по всей вертикали, во все ее возможные выходы, если угодно, наружу. И вот рационально это объяснить невозможно, потому что это не гибкая система, как мы понимаем совсем. Но это факт, мы в этом убедились. И ее ригидность такова, что, мне кажется, ее изменить в более мягкую сторону уже просто невозможно. Она себя показала последние недели во всей красе. На ваш взгляд, наблюдаем ли мы сейчас рождение новых политических звезд, оппозиционных прежде всего, потому что до этого момента в рядах Алексея Навального был только Алексей Навальный, сейчас мы видим Любовь Соболь, которая очень стремительно набирает популярность и узнаваемость. Вот в этом смысле какой потенциал сейчас, как считаете? Мне кажется, что довольно большой. Действительно, вообще произошло довольно много в этом смысле важного на Московском фронте, если угодно. Появились новые узнаваемые лица, появились люди, которым, лидеры, которым люди начинают сочувствовать. В том числе, да, конечно, Любовь Соболь, которая продемонстрирует какую-то невероятную крутизну характера. Я не берусь сейчас оценивать ее политические взгляды, я с чем-то могу быть согласен, с чем-то не согласен. То, что она показала себя такой Жанной Дарк московского протеста, это совершенно очевидно и абсолютный. Она в этом смысле герой последних месяцев в Москве. Но это не только она, это Илья Яшин. Это Дмитрий Гудков, очень важно, мне кажется. Дмитрий Гудков, который сейчас сидит свои первые 30 суток. Гудков, который был депутатом Государственной Думы вместе со своим отцом. Который вместе с Собчак, на самом деле, делал партию еще не так давно. И который стоял на более мягких позициях, чем Навальный. Более умеренных, если угодно. Ну вот, теперь это все... Теперь и он тоже точно так же затоптан в асфальт. Посажен уже в спецприемник и сидит в электростале. Не изменяет память. И это как раз тот случай, когда, ну вот, какую биографию делают нашему рыжему. Дмитрий Гудков на наших глазах сейчас тоже становится политическим лидером, безусловно. Что с Алексеем Навальным? Потому что история то ли с аллергией, то ли с отравлением получилась достаточно резонансно. Вот как вы ее, во-первых, комментируете? Что, на ваш взгляд, было? Что случилось? Я не могу сказать. Это пока непонятно. Пусть он выйдет и еще раз объяснит, что произошло мне. Что-то произошло. Это все подозрительно. Особенно в последние годы, когда много фактов подтвержденных отравлений, как за границей, так и в самой Москве. Петра Верзилова. Вот, пожалуй, это очевидно доказанный факт отравления Петра Верзилова. Но я не возьмусь сейчас комментировать, потому что я просто не знаю, не понимаю, что произошло. Ну, поскольку времени у нас остается очень мало, хоть вы и сказали, что цифры, которые приводят различные издания, например, Левада-центр в том числе, не надо воспринимать так буквально. В то же время, из последних опубликованных данных, жители России гораздо более положительно относятся к советской власти конца 70-х, начала 80-х, нежели чем к современной России, российской. Вот об этом свечу свои данные. Отвечая на вопрос, например, назовите качества, которые характеризуют советскую власть, 29% ответили, что она близка к людям, 25% сильно ее назвали, и 22% справедливой. Вот о чем, по-вашему, говорят эти цифры, и что вы думаете по этому поводу? Ну, ностальгия всегда, конечно, сильна. Со второй половины 90-х в брежневские времена предстают такой идиллии в общественном сознании, что вот-вот тогда все было поровну, бесплатно, хорошо и доступно и так далее. Что, конечно, не так, люди просто забыли о том, как плохо они жили в 70-х, 80-х годах. Но рост этих цифр, он, на самом деле, даже рост популярности Сталина, который отмечается в последнее время, это схожий имеет природу и заключается в том, что нынешняя власть в сознании людей предстает коррумпированный, бесчестный, лживый, не думающий о народе, если угодно. И вот общественное мнение, хочется и сказать, Сталина на вас нет, вот порядка бы навести, потому что, конечно, это подспудное, плохо артикулируемое недовольство именно оторванностью властной элиты от народа, оно вот принимает такие формы, в том числе и в виде сталинизма даже, если угодно. Ну и, конечно, в росте этой ностальгии, вот при Брежневе такого не было тогда, тогда вон какая медицина была, тогда чиновники не воровали в таких количествах, наверное, теперь скажут вам в российское общество. То есть ностальгия по нереальной жизни, по той, которой и не было. Ну, конечно, конечно, это идеализированное, это идеализированное прошлое, ну, вы знаете, школьные годы чудесные, они у всех чудесные. Естественно, это желание видеть то хорошее, что было тогда, и не видеть то плохое, что тогда тоже было. Все забыли про дефицит, про, ну, не знаю, что мы будем сейчас обсуждать, недостатки советской власти, но, конечно, это такой иллюзорный мир, который себе строят люди. Однако он говорит о том, какие проблемы люди видят сегодня. И, конечно, хоть и люди боятся признаться себе в том, что если вдруг Путин перестанет быть президентом, то мир не перевернется, но что власть глубоко коррумпирована, в эту точку зрения разделяет, конечно, подавляющее большинство. Что сейчас на рынке независимых средств массовой информации? Потому что есть ряд СМИ, новая газета, в частности «Эхо Москвы», которые, по крайней мере, занимают позиции, не близкие к Кремлю. Вот насколько, во-первых, эти позиции сильны, во-вторых, популярный такой аргумент у сторонников Путина, но он же не задавил эти средства массовой информации, и дает возможность им говорить то, что они считают нужным. Вот, во-первых, согласны ли вы с этим, что при желании он мог бы их задавить? И как вы оцениваете вообще роль независимости в России сегодня? Нет, конечно, задавил свободные средства массовой информации. Независимые прессы, как институт общественного, не существуют, конечно, в России, это очевидно. Это последовательно, она последовательно, это цех индустрии, если угодно, свободного, свободной прессы, последовательно разрушалась с 2000 года. В стране, и, на самом деле, разрушена более-менее окончательно. Я даже не знаю, о ком мы говорим, когда мы говорим о свободной прессе. Вот телеканал «Дождь», например, вещал, был кабельным телеканалом, пока его не вырвали просто, не вырвали провод из розетки, соответственно, это было когда? В гимнолитическом году, если мне память не изменяет. С тех пор телеканал «Дождь» живет за паеволом, с аудиторией относительно, конечно, незначительной. Сейчас вот просто последние две недели телеканал «Дождь» открыл свой прямой эфир, это большое событие для нас, для всех, для меня, у меня программа на телеканале «Дождь» своя. Это, конечно, важно и здорово, но говорить о том, что это независимая пресса может претендовать на влияние мы в широком смысле, конечно, в общем, не приходится. Речь идет скорее о том, что, несмотря на все те тяготы, которые независимая пресса испытывает, которые рукотворны, разумеется, потому что всех моих коллег, меня в том числе, меня там дважды увольняли по политическим причинам, если угодно. Все эти тяготы, они все равно упираются в то, что люди перестают смотреть телевизор. Интернет все равно берет свое. YouTube все равно становится одним из источников информации, если угодно. И это уже не вопрос о независимой прессе, но как таковой. Но в целом возникает какой-то спектр мнений, лиц, голосов, точек зрения, которые звучат вне федеральных телеканалов, вне федеральной газеты, вне федеральной прессы и привлекают в себе все большее внимание. Это правда. Это просто неизбежно. С этим Кремль ничего не может сделать. Хотя, как мы знаем, цензура в интернете нарастает за последние годы очень высокими темпами. Я не поручусь за будущее YouTube в России, если события будут развиваться так, как они развиваются в последние два месяца. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы «Абонент доступен». Российский журналист Михаил Фишман был с нами на прямой связи. Спасибо вам. Всего доброго и до свидания. Спасибо. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok